всем привет на очередная попытка съем видео со звуком как бы снимать буду на китайском сервере поэтому кита комментарии будут не лишними поговорим сегодня мы об обновлении которая придет на наш сера немножко позже но уже доступно на китае собственно вот и китайский сервер обновлений очень много грядущих у нас их еще нет но на китайском сервере они уже доступны начнем с самых таких отдаленных это альянс на меню альянса изменили полностью вот пожертвования поставили магазин все все в общем то же что и было добавили только одну вкладку вот последнюю это рейтинг я как понял это рейтинг альянса рейтинг альянса в мощности и каждый персонаж альянса каждый герой может выставить лучшую свою вещь то есть здесь например просто выбирается вещь да если я выберу например меч помощь альянс уменьшится если я выберу назад кольцо которое у меня 5 2 2 500 она как бы увеличится и так далее с каждым там левелом она увеличивается вот дальше вот есть можно выбрать персонажа героя да то есть героя которого вы хотите чтобы в рейтинге участвовать на сотом уровне вы выставляете коня 110 как я понимаю это будет дракон и 120 духовное оружие ну пока что 110 120 я не уверен это только догадки дальше все перси в альянсе выставляет вот рейтинг альянса нашего то есть кто что выставил по моим мощностям и идет общий рейтинг всех альянс по итогам рейтингах всех альянсов каждую неделю определяются победитель что это дает добавили титулы за это вот внизу за первое место титулы за каждую главу там их сколько их 5 за каждую главу отдельный титул к альянс получает то есть альянс который занимает первое место в этой главе получает титул альянсы которые заняли второе третье места получают титул альянсы которые заняли до 10 и свыше 10 до сотого левела получил до 100 места получают титул и соответственно вы видите что меняется процент и бонус то есть если на первом месте есть такие бонусы например как плюс пять процентов хп нижний самый и либо же самый верхний плюс полтора процента атаки не знаю атака будет только персонажу или персонажей героем как по рейтингу топ топ 50 топ 100 памятника вот ну в принципе просто добавится вот такие вот титулы за рейтинги альянса дальше дальше у нас добавили я уже показывал в одном из видео про точку слотов для богинь вот их добавят они будут точиться теми же богинями и чем больше слотов у вас богини тем больше бонусов дают то есть если богиня на один слот то всего лишь плюс атаку будет давать если на два слота то уровень жизни и атаку на 3 уровень жизни атаку и плюс урон на 4 уровень жизни атаку плюс урон минус урон смотрим дальше так дальше для обновления нужно рейтинг так в рейтинге вот добавили новых новый облик для героев да вот этот наш бахомут уже приодетый вот сейчас мы посмотрим вот видите если раньше у нас было только один вид одежды на героев то теперь у нас будет два и будете выбирать у нас садина сделать кого-то космического героя вот эти план красный весь у нас прям джедай вот смотрите то на хель у нас она здесь не прокачано хель да ну бахомут есть сейчас мы посмотрим у кого-то другого может быть есть хель прокачано чтобы вам показать да вот смотрите да вот такой вот посох у нее появится и вот такой вот прикидом очень изменили верданте да вот смотрите платье такое добавили посох вот и вместо крыльев это непонятную карет вот смотрим дальше одно из основных обновлений персонажу в размещении героев размещение добавили двух сопутствующих героев да вот внизу вкладка вот эти сопутствующие герои они точатся точатся при помощи из таких же героев то есть они вот я на скрине покажу вам точатся точно такими же героями и увеличивается их не уровень до дают бонусы чем бонусы герой я вижу что вот плюс уровень жизни плюс 10 процентов максимально видел от 1 до 10 процентов также внизу у нас есть пассивное умение я понимаю что с китайскими я сильно не дружу ну ближе когда увидим где-то на американских серверах обновления то уже можно будет как как-то более-менее понимать что там все же за бонус но я вижу там вот плюс проценты плюс пк это значит пвпшный какой-то мод что-то будет добавлять еще дополнительно пассивный скил вот берутся эти герои в алтаре у меня персонаж недостаточно высокого уровня но вот в алтаре по добавили вкладку если вот первая вкладка герой вторая вкладка это богинь до открывать и третья вкладка вот которая нам недоступна сейчас до со 108 уровня там будут новые персонажи я скринами дополнительно покажу вот персонажи там будет также четыре вкладки открываться будут они с каждая вкладка постепенно все дороже и дороже и соответственно я думаю там будет грейд просто от б а с и возможно с 10 а с с я думаю будут выбиваться точно так же как и золотые яйца нужны будут души к примеру как бы это в этом логика должна быть потому что как-то камни деньги с нас выйти вытягивать придется и вот вот герои вытачиваются вы соответственно выставляете их уже в дальнейшем вот себе в размещении у меня еще это вкладки нет потому как персонаж маленький его пытался докачать но уже не успеваю хочу снять видео вот персонажи там довольно интересные там есть 4 вида мелких такие дракончики динозаврики и там еще есть дракон без крыльев и и вайпер кстати с герой да как бы мощности немного дает но в принципе в целом если вот посмотреть 220 уровень один 1 и 2 миллиона при том что 240 ахель тоже 1 и 2 на ну в принципе очень такие полезные но надеемся что в скором времени добавят нам это обновление мы тоже сможем все это поюзать пощупать использовать ну и добавили как не сказали у меня нет к сожалению на вам скрин покажу телепорт супруга к себе в городе в принципе бесполезная фигня но тем не менее добавили в принципе вкратце это все о чем мы хотел сегодня поговорить спасибо всем подписывайтесь ставьте лайки